Всем добрый день! Сегодня мы будем на Вику завязывать сари. Сари носят на индийском континенте. Оно там очень популярно. Сари в Индии для женщины это не просто платье, не просто наряд, а получается как паспорт. Потому что по сари судят семейное положение женщины или девушки. И социальное положение. На сари идет ткань от 4,5 метров до 9 метров и даже больше. У нас 5 метров. Ширина этой ткани всегда метр двадцать. Я правда удивляюсь почему. Как бы женщины все разного роста. Ну вот так вычитала в интернете, так и вам рассказываю. Так, внизу должна быть обязательно юбочка, которая туго завязана на талии. У нас юбочка не такая, как носят в Индии, но тем не менее. Легко заправляется. Начинаем заправлять с правого бока. Заправляем в круговую. Ну а вверху должна быть кофточка красивая. Какой-то топик. В Индии называется это чоли. Так, теперь нам надо красиво вот здесь заложить складочки. Складочки именно в этом месте, где у классической юбки идет выточка. На ручку располагаем. Каждая последующая складочка должна выступать. Немножко, но выступать. Так будет красиво. Количество складочек должно быть четное. Так, надо посчитать. Три, четыре, пять. Еще одна складочка. Чтобы женщина всегда была в паре. Вот такие индийские женщины. Такие у них правила. Так, ну можно еще раз немножко здесь подправить все складочки. И заправляем их вовнутрь. И для убедительности, чтобы складочки наши не распустились, вот здесь внизу можно будет заколоть булавочкой. Но мы закалывать не будем. Так, складочки у нас красивые. Продолжаем. Вот здесь надо обязательно сделать складочку. Первый раз я забыла сказать. И первый, и второй раз обязательно делать складочку, чтобы девушке, женщине было легко двигаться. Так, сделаем складочку побольше, чтобы вот эта часть там пряталась. Так, Викочка, давай. И вот эта самая красивая часть идет вперед на грудочку. Так, здесь присобираем часть ткани. Вот таким образом. Часть оставляем на ручке. Здесь закрепляем булавочкой. Так, тут натягиваем, чтобы красиво было. Вот такое сари будет сегодня на нашей веке. Так. Вот такая у нас индийская девушка получилась. Именно девушки носят, я вычислила, значит, чтобы присутствовал желтый и голубой цвет. Но голубого нет, бирюзовый, но все равно он сродни. Потому что эти цвета считаются цветом любви. Так, когда задует, то сари можно накинуть на голову. Вот так еще и для тепла. Вот такое видео у нас. Вот такое сари. Надеюсь, мое видео вам пригодится. Решила показать вам поближе. Значит, вот такое было платье. Мы отрезали вверх и сделали для нашего сари вот такую, значит, кофточку. Очень интересная здесь вот вышивка. По-другому не назовешь. Стразы, бисер, поэтки. Все это вот. Вот здесь видно приклеено по кругу. Это вот пришито на машинке. Честно скажу, не представляю, как вот такое можно на машинке пришить. Платье это старое, есть тут уже нарушения, ниточки кое-где вылазят. Но вообще красота, конечно, неописуемая. Ну, вручную пришить, конечно, тяжело, но тоненькой иголочкой хотя бы я могу это представить. А может быть, это вручную пришито? Оно просто настолько как-то все одинаково. Я подумала, что это машинка пришивала. Так что пишите в комментариях, кто знает, можно ли такое пришить на машинке. Мне просто интересно, как это все делалось. И вот эта часть тоже была на этом же платье. Я отрезала и пришила непосредственно на саре. В этом саре Вика пойдет на молодежную вечеринку, тема которой эпатаж. Она долго думала, не знала, что придумать, какой костюм эпатажный. Потому что некоторые вставляют кольца в нос, некоторые татуировки делают. Ну, а мы решили нарядить ее в саре. Такой костюм подойдет на Новый год, может быть, кому-то пригодится. Так что, надеюсь, мое видео вам пригодится. Одела я на Вику украшения. Хотела одеть, конечно, с самого начала видео. Но так закружилась с этим саре, что забыла. Украшения тоже бирюзового цвета. Все подходит. И браслет, и колечко, и серьги. Все прекрасно подходит. Так что, надеюсь, мое видео было для вас не скучным. До свидания. Всего доброго.